Кораблекрушение грузового контейнеровоза Мол Камфорт Длина судна 316 метров, при формованной балке 45,6 метра. Судно Мол Камфорт был слишком велик для транзита через Панамский канал. И поэтому назывался контейнеровозом после Панамакса. Как и большинство крупных контейнеровозов, Мол Камфорт приводился в движение одним тихоходным двухтактным дизельным двигателем с критскопфом, соединенным скребным винтом фиксированного шага. Коммингсы люков современных контейнеровозов подвергаются наибольшей нагрузке из всех элементов конструкции судна. Это связано с большими отверстиями в силовой палубе, необходимыми для погрузки и разгрузки контейнеров в грузовых трюмах. Толщина листа до 90 мм используется для поддержания приемлемого уровня напряжений. С 17 июня 2013 года в контейнеровозе Мол Камфорт в корпусе судна возникла трещина при транспортировке 4382 контейнера. Контейнеровоз находился в 200 морских миль от побережья Йемена. Судно следовало из Сингапура в Джиду, в Саудовская Аравия. Экипаж состоял из 26 человек, 11 россиян, 1 украинец и 14 филиппинцев. Покинули судно и были спасены с двух спасательных плотов и спасательной шлюпки контейнеровозом под немецким флагом Янтиан-экспресс, одним из трех судов, направленных на место происшествия группой ЭК в Мумбаи. После разрушения конструкции обе секции остались на плаву с большей частью груза неповрежденной и начали дрейфовать в направлении восток-северо-восток. Компания СМИ «Селвидж Синопор» получила контракт на буксировку участков в безопасное место. 24 июня к месту происшествия прибыли четыре океанских буксира, которые начали буксировку носовой части в безопасное место. Однако перед тем, как могли начаться какие-либо операции по спасению кормовой части, 26 июня было сообщено о попадании воды. На следующий день корма затонула на глубину 4 тысячи метров. Позднее было подтверждено, что некоторые из примерно 1700 контейнеров на борту плавали рядом с этим местом. Хотя о серьезных утечках нефти не сообщалось, в кормовой части было заявлено около 1500 тонн топлива. 6 июля возник пожар в задней части носовой части. Не сумев справиться с возгоранием в плохую погоду, спасательные суда обратились за помощью к патрульному катеру индийской береговой охраны Самадра-Прахари с внешним противопожарным оборудованием. 10 июля большая часть из 2400 контейнеров на борту сгорела. Поврежденная носовая часть затонула ночью на глубине 3000 метров с остатками груза и 1600 метрических тонн мазута в баках. Сообщений о каких-либо разливах, кроме тонкой масляной пленки на поверхности, не поступало. Но некоторые контейнеры были замечены плавающими вокруг места затопления. Причина пожара остается неизвестной. 4 июля компания Митсуи Оуск Лайнс назначила Лойтес Реджиста для поддержки расследования причины инцидента. В качестве меры предосторожности, суда сестры Мол Камфорт были отозваны с того же маршрута, а их корпусные конструкции будут модернизированы для увеличения продольной прочности. Кроме того, будут произведены эксплуатационные изменения для снижения нагрузок на корпуса судов. Крушение судна Мол Камфорт обошлось страховщикам в размере от 300 до 400 миллионов долларов. Корпус и техника судна были застрахованы на 66 миллионов долларов. К декабрю 2014 года страховщики Tokyo Main & Nichida Fire Insurance Co. Были среди 100 компаний, включая Митсуи Оуск Лайнс, которые подали иски против компании Mitsubishi Heavy Industries, как сообщается, на основании аварии и последующей потери судна, а груз был вызван конструктивным недостатком грузового судна. По состоянию на 2021 год, потеря всех 4293 контейнеров на борту – это наибольшее количество контейнеров, потерянных в одном событии. Субтитры подогнал «Симон»